МОСКОВ 5 Как проходят тренировки? Какой у вас режим? Ну, мы встаем, садимся за компы и ложимся В основном вы играете после обеда в ночь Во сколько вы сегодня встали? Два Во втором А когда вы едете в Киев? Уже в Киеве, 19-го начало А какие у вас вообще ожидания от группы? Какие соперники у вас самые опасные по вашему мнению? Самые опасные команды ТСМ, они очень сильные Они вообще на всем турнире В нашей группе очень опасные тоже есть Тут есть ААА САФЕР Тоже три буквы как у ТСМ, поэтому мы боимся То есть вы опасаетесь всех трех буквенных команд? Конечно А две или четыре и больше Команда на три буквы как у ТСМ То есть САФЕР, ДИГНИТОС это все проходные ребята Кто такие? Не слышал ДИГНИТОС на самом деле опасные конечно Мой бой Там есть свой бой Скара А какой вообще тактики вы будете придерживаться на турнире? Увидим ли мы что-то новое в исполнении от вас? Может быть вы увидите, что Дариан не будет фидить? Мы очень на это надеемся Тактика у вас будет такая Мы напикаем, потом будем разбираться кто за что играет Ну как вчера уже Ну то есть вы решили просто брать всех скиллов? У нас как бы есть наигранные герои тактики И я не думаю что мы что-то будем менять Ну нет возможно что-нибудь увидите новое Считаете ли у себя дружной командой? И помог ли вам этот буткэмп сплотиться? Подружиться еще сильнее? Конечно Все конечно да Почему нет? Но это вопрос к Янжу Но это вопрос да, другой Наш саппорт хорошо готовит Поэтому теперь у нас есть будущее Вообще вы долго шли к этому турниру Чуть ли не больше года А что вы можете посоветовать молодым командам? Как стать заметными? Как улучшить свою игру? Это соло ранкеды, тим ранкеды Что вообще делать, чтобы начать жарить? Во-первых, соло ранкеды отличаются гораздо от тим ранкедов Потому что многие игроки, которые набрали кучу L Они не состоят в каких-либо командах, которые Более-менее умеют играть Ну поэтому В принципе это важно Но надо набирать конечно же игроков Больше мэл в команды, но это уже Надо тренироваться командная игра Совсем другое дело Командная игра очень сильно отличается от игры в соло-ку Допустим, если в соло-ку иногда полезно Спокусить какого-нибудь керри То 5 на 5 при мэйде очень важно как бы позиционирование Иногда даже важнее убить там того же танка Чтобы защитить своего керри На которого уже можно надеяться в отличие от игры в соло И поэтому иногда получается совершенно другая игра Ну вот на вопрос к тому Как и у кого учиться играть Вот в соло-ку Можете очень хорошо поучиться у команды TSM Они отличные игроки соло-ку Умеют, могут просто Есть мнение, что вы Принесли в лол много нового В том числе и трендомир на миду Почему именно этот пик на мид Вы используете часто в своих последних игр Мы его используем довольно редко Потому что моя команда мне не доверяет Но он хорошо стоит на миде И мы в будущем это исправим Соответственно Что вы вообще думаете тогда о TSM Давайте поговорим об этой ситуации Если кто не знает Были скримы На прошлой неделе В которых M5 обыграл TSM с счетом 4-1 если я не ошибаюсь И TSM всегда отлегались Ходили за пиццей Наверное еще куда-то ходили То есть было много разных дел В итоге к скримам они подошли не очень профессионально И играли на уровне такого простого нормала В чем как бы вы их немного упрекнули И возникнет этот трэш со стороны TSM Мы их ничем не упрекали Мы просто сказали что мы пришли за вашими зрителями И они обиделись А то есть они обидели за своих зрителями А то есть они обидели за своих зрителями Да мы сказали что мы пришли за вашими зрителями Когда смотрело 3000 человек И это их очень сильно задело Вообще там такие шуточки Они почти в каждой игре бывают Которые там просто в чате Я не думаю что это их так бы расстроило Их больше расстроило Конечно же поражение Которое они просто не понимали Что происходит в этой игре Они поняли что они уже не понимают Метал который сейчас есть И что на IEM у них нет шансов Я думаю еще есть проблема русского языка Что мы стримимим на русском Наши стримы смотрят В итоге как сломанный телефон Получается и кто ничего не доносит Какой-нибудь импулья ворит И они наверное думали что мы там про них еще что-то говорили Хотя мы в принципе во второй день даже говорили Что они чуть-чуть приподняли свой уровень игры То есть за ночь потренироваться А говоря о новой мете Что вы под этим подразумеваете? Ну в плане того что на Америке Там довольно мало то играют На сути там есть CLG Кто там TSM Ну вообще Они мне кажется менее У них меньше конкуренции У них там больше игроков в соло рангке Опять же мы возвращаемся к ведущему вопросу Что 5 на 5 если другая игра Они по большей части стримуют в соло рангке Даже если посмотреть на них как играют на своей базе Там все сидят и стримят соло рангкев А мы вот играем 5 на 5 Нормально Тяжело было собраться на базе Как относятся родители к игре вообще? Нет каких-то проблем конфликтов? Ну вообще я думаю каждый родитель не хочет Чтобы у него сын и ребенок был в киберспорте Он все равно гордится наверное Что достиг чего-то Ну как обычно Никто из родителей никогда этого не понимает Да И поэтому Возникают некоторого рода конфликты Но обычно все равно все заканчивается тем Что Рано или поздно они признают В основном если видят результаты Можно почитать даже интервью того же ходшота Которого тоже как бы никто не признавал А сейчас вот он развил уже сайт там и так далее И мама им гордится и радуется за то что Сын у него есть что-то свое Что он создал сам И что как бы это довольно таки делает людей уникальнее Не возникало ли у вас желание кстати поспать на стримах с вебкой Как делал этот ходшот? Потому что 20 тысяч зрителей из ниоткуда просто посмотреть на спящего игрока Никто только может сделать только ходшот Только ходшот может снимать как он собирает диван И как диван его побеждает один на один И это будет смотреть десятки тысяч людей В общем это слишком скилловно Вопрос да Эммон Как ты считаешь сильно ли влияет удача на игру? Безусловно она очень сильно влияет на игру Спасибо чудесному риотам за 4% шанс крита За супер баги Они конечно же за 2 года Очень упорных усилий Фикса всяких багов Все исправили Все работает Спасибо им за это У тебя много претензий к этой компании получается Не очень много Не очень много А к русскому лолу какие у вас впечатления? Будет ли это что-то поистине такое потрясающее? Что это вообще принесет в СНГ? Какие изменения вы ожидаете с этим? Ну в СНГ я думаю это принесет как минимум популярность Потому что большая часть школоты не знает английского языка Поэтому как бы им будет гораздо проще привыкнуть и понять что в этой игре делать Можно будет даже понадеяться что они поймут что делают их обилки И это будет радовать людей в нормалах Какие обилки у вас самые любимые по-русски называются? По-русски у меня лично любимые обилки Да это раскол брони Тарика Ну и конечно же рассели на призывателей Хорошая обилка Это не обилка правда Но это название самое лучшее Я надеюсь что переводы будут задумываться об этом И в ролл клиенте обязательно на такие же названия останутся А не будет профессиональный перевод Какие вообще минусы в своей команде вы знаете? Минусы в команде? Беспорядный саппорт Я знаю что саппорт любит смотреть телевизор Еще есть минус Плюс три часа в Омске Плюс три часа в Москве От Европы Так что еще из минусов? Ну Дарья очень любит ставить ворды И считает ворды довольно-таки ОПИ-тем ОПИС А потом что из минусов Я знаю что я на неделю люблю за три клипа отдаться Ну это дорого Есть над чем работать Это практически ботинки для героя Короче у нас есть над чем поработать на этом группе Я нанесусь правильно Я такой недочерк Когда Даймонд на скина фармит в итоге? Даймонд в 30 минуте 30 минуте Сколько добавили? Даймонд в 30 минуте Это даже опять обращение к виду Чтобы они повысили в лесу Да, очень мало голодных больше Вообще я Он хочет обережения на 2 левелла всех лайнов и по 100 с каждого моба Музыка не бывает Каких игроков бы взяли в звездную команду? Если вот так Была бы возможность Набрать отсюда По человеку Дарквин Джакс Скотли Дрейк А эта команда уже есть звездная кстати Да Ну вообще Смотря куда смотреть Насколько звездная команда Если брать там без нас вообще Я даже не знаю кто там есть сильный Если видеть как худшот У нас на камеру То надо 5 худшотов Чтобы они собирали 5 диванов Только так Да Не ну так если прям Брать звезд То я соло топ не помню Кто там сейчас хорошо играет на миде Это будет по любому наверное Фроген Хотя он какой то тоже сейчас Творит неведомые вещи Сейчас что то все любят творить неведомые вещи Поэтому пока Очень непонятно кто звезда Я думаю это ты ее многое покажешь В особенности ее в Ганнавере Поэтому я думаю после Ганнавера Можно уже что то по этому поводу придумать Такие вопросы от новичков Как начинающему игроку понять Какую роль ему лучше занять в команде Если есть желание развиваться Тренироваться постоянно Только методом порога ошибок Поиграть на каждой позиции Ну во первых это то что нравится Если тебе нравится то Ты должна быть твоя роль Чтобы понять что тебе нравится Ты должен поиграть Я как игрок играющий на всех позициях Говорю что мне нравится соломит И поэтому я год играл в лесу Пока мы наконец то не нашли Звездного лесника Который из неведомых нормалов к нам пришел Из неведомых лесов Говоря о звездных лесниках Какие позиции в команде Сложнее всего закрыть? Сложнее всего закрыть сейчас позицию По крайней мере в СНГ точно Сложнее всего закрыть позицию Лесника и Аллы Керри Это две позиции Которые сейчас хрен найдешь Ну на миде сейчас каждый второй Хочет играть и считает что мид это Настолько сложно и скиллово Что Даймонд вам может многое об этом рассказать Даймонд? Сундура не пропустит такой рассказ Про очень трудных мидовые герои Париотов которые их создают И что пропустит миде На миде много денег Много очень денег На миде есть мид А еще леса лесника Которые его тоже отбирают И он потом без носков бегает по лесам Как вы представляете Пики своего идеального матча Если бы вы могли взять любых героев Ну такой Пик в норме Прямо чтобы жестоко наказывать Не знаю Если бы лично я смотрел по кликам Это было бы Шивана Картус Ганг Планк Сона Кинэн Просто Привет Пять ауе И ничего не сделать Ну там можно если что Но на самом деле это катится А каких героев больше всего опасаетесь? Оставимся Оставимся Ахрий Ахрий на своих героях и гораздо лучше забанить героев, против которых нам сложно играть. Который не факт даже, что противник пикнет, но если пикнет, то у нас все может быть очень плохо. Вообще это все вранье. На самом деле мы баним тех героев, которым мы проиграли перед дольфью игру. Да, да, да. У нас есть стратегия героев, которую мы чаще всего проигрывали, мы теперь баним. А вы запоминаете, да? То есть анализируете вообще... Я надеял запоминаю легендарных чемпионов-то. Значит, после игры проводите ли вы какой-то анализ матча? Что было хорошо, что плохо, где ошиблись, где круто сыграли? Ну, во время игры тоже бывает. Обычно это все видно во время игры, там после игры может что-нибудь обсудим, посидим. Но еще иногда, если это был какой-нибудь стрим-запись, мы можем пересмотреть, увидеть великолепные забеги, да? Ну, просто... Обычно русские команды анализируют свой матч из серии. Ну, блин, что за фигня, а го следующая? Ну, похоже. Да, да, да. Тут, как бы, нет, но можно посмотреть, какие ошибки сделали, как бы, и можно сделать глубокомысленный вывод. Что-то типа, хм, надо подумать. Ладно, я подумал, пик говно. Ну, как бы, не знаю. Ну, обычно видно просто все ошибки во время игры. То есть одна-две драки, там уже все плохо, потом выравниваешь и все равно все плохо. Говоря о последних играх, много матчей, включая несколько игр с GoF'aLol'а. Вы достаточно неуверенно начинали, отдавали там первые фраги. В финале того же GoF'aLol вроде проигрывает вообще там составание фрагов на 10. Вы там делали какие-то потрясающие камбэки, вытаскивали игры. Это какие-то вообще заготовки, таких, ну, тимфайтов или все-таки импровизации? Ну, можно как бы сказать просто, что 5 на 5 мы чувствуем себя немножко поувереннее, да, чем другие команды, можно сказать. То есть можно посмотреть по играм, очень часто за местом ведем уникальность статистической команды, которая собралась в свой клуб. А вот если брать на линиях, у нас очень много ошибок, это сейчас наша, я думаю, самая слабая сторона, игра на линиях. Поэтому, как бы, нам, это то, что нам нужно исправить за эту тему, я думаю. Ну, опять же, проигрывание 0-10 в начале, это связано иногда с тем, что противники набирают пика на начало игры. И если на каких-то линиях стоят агрессивные чемпионы, которые могут в начале выигрывать свою лайну, то они могут сходить на других по карте бега и сделать какие-то фраги. Но у нас был пик более литовый, это вот пример, когда мы были на Go4L, что даже 10 фрагов на стороне противника не смогли, не дали этого преимущества, которое они хотели с начала игры, чтобы убить игру. Ну да, там было отставание на 4000 голды, насколько я помню, в финальной игре Go4L. Ну, скорее всего, больше. Ну, там 4-5 тысяч, я смотрел там стримы немцев. И основная проблема, они начали, во-первых, они расслабились, чтобы было их, наверное, самое капитальное ошибки. То есть, они вместо того, чтобы собраться в пятером и начинать просто, ну, как мы обычно делаем, если у нас есть доминация, мы начинаем доминировать дальше, ходим в пятером и просто, ну, как вообще, забираем бафы, забираем драконов, забираем нашорох. То есть, как бы, нужно все время, все время увеличивать этот так называемый график. И дальше, ну, с тотальным преимуществом уже можно просто и заканчивать игру. То есть, даже, мы помним, у нас бывали игры, где там счет чуть-чуть или не 7-7, но у нас в итоге доминация 1000 на 6, и мы просто идем в пятером помиду и все ломаем, там уже ничего не сделали. Вот. И... А тут, как бы, ну, и плюс пик у нас был довольно-таки лейтовый, и был, когда там пару решающих замесов, то есть им просто нечем было убивать Райза и Логота, которые у нас довольно-таки были танковые. И в то же время вносили очень много дамедж. Такой оптимистический вопрос. С кем бы вы хотели встретиться в финале ЕМ Киев? С ТСМ. С ТСМ. То есть, надо наказать их именно в финале? Конечно. И в пять суппортов? В десять. Как, 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 как вообще, есть какие-то планы такой жесткой обиды-то, чтобы их совсем унизить? Или надо просто обыграть? Наоборот, так сказать, ничего, ничего мы не обижаемся, мы же не проиграли. Наоборот, чтобы их сильно обидеть, там, пикнуть пять суппортов и затащить игру. Ну, я думаю, там... Пока у нас в планах есть только посмотреть, на чём ещё Удван играет, поэтому, может быть, мы забаним трёх лесников ему и увидим, есть ли ещё что-то на закромах. Это будет неожиданно, их два героя на топе. Против Дарья над работами. Вообще... А что вы планируете делать после Киева? Ну, после Киева, если мы выигрываем, мы планируем ехать в Гармайер. Если проигрываем, мы не проигрываем. Если проигрываем, не обсуждается. Да, поэтому, да. То есть, League of Legends, это, в принципе, надолго. Вы не собираетесь переходить во вторую доту, идти учиться, работать? Ну, мы с финала второго сезона заберём, там, миллион долларов, а дальше подумаем. Дальше, может, в Доту пойдём, что-то заберём. Да-да-да. Что-то трудно, что-то. А... Quake Life? Да, на стриме играли, но... Quake Life уже умер, а так Гигген же там, да, планирует пару шоу-мачей с Кулерами. Пару шоу-мачей с Алексеевичем. Да-да-да. Давайте поговорим немного тогда про суппортов. А то Пеппер немного молчит. Какие суппорты ты считаешь самыми сильными своими героями? Ну... Ну... Жанны. Вообще, самые сильные саппорты, я считаю. Ну, Сона и Тарик, самые такие... Стандартные саппорты, не всегда полезные. Ну, кстати, совсем недавно был такой АП Тарик. Это... Как оно родилось-то? АП Тарик, если не ошибаюсь, Алексеевич. Это родилось, да, в Солоранке. В Солоранке или... Это мы, короче, играли 5 на 5 с Дест Тваем. Он что-то там потворил на Тарике. Я такой, типа, это... Мы с Пеппером в Солоранке попались, там, в ДСС, саппорт и керри. Я говорю, давай пошли попробуем игры с Тарик. Посмотрим, что из этого получится. Взяли три агрессивных самонерки и пошли просто там. Сделали, по-моему, фрагов 20. За первый минут 15. Нам, в принципе, понравилось. Поэтому... Родился АП Тарик с Clash Ignite. Потом мы всё-таки решили, что Ignite это очень плохо в 5 на 5 примейдов. И это уже не Солокует, а можно СВ. По этой теме есть отдельное обсуждение. Это, кстати, основное, чем мы отличаемся от американцев. Потому что они у нас, кстати, их своровали. Ну, не считая Фонариаген же. И Доранбейд. Ну, Доранбейд. И Доранбейд, да, тоже. А хватает ли вообще суппорта в игре? То есть сейчас, если так посчитать, их, наверное, на 5-6. Нужно ли больше суппортов? Или реально хватает того, что есть? Да, хватает ли, думаю. Да, точно. В саппортах... И на саппортах очень редко банят. Иногда только Муну видно, что банят. И то, и то. Очень редко. Сейчас, на самом деле, сколько там? 6-7 саппортов. То есть, я думаю, саппортов опять не раскрыты. Которых никто пока не пробовал. Тоже, допустим, карту саппорта можно попробовать. Мы все хотели, но все-таки не решили вчера. Маргану, наверное. Ну так, да. И то есть, тут основная проблема в том, что не хватает ярко выраженных саппортов. Я тоже как бы думаю, что вот... Я надеялся, что вот так выйдет, короче, не имбалансная по керри, а выйдет все-таки саппорт. Видели, если она будет няшная и красивая. Но в итоге оказалось, что она няшная и красивая, но она убивает на лидах, поэтому приходится любая. Ну а так как бы саппортов нужен какой-нибудь, я не знаю, но хилеров выпускать, наверное, его-то уже не хотят, потому что это называют очень много флейма на форумах. Поэтому, на самом деле, очень-очень трудно выпустить саппорта. Потому что, либо он будет как бы... Это должен быть... Это вообще непонятно, это тип героя довольно-таки непонятен. То есть тот же Нуну саппорта, его придумали же там. Мы, может там, чуть раньше, там за месяц-то, или другой. Его активно никто не использовал. Кстати, Фрик обещал в своих видеотрансляциях поддерживать Нуну саппорта, громко кричать Empire. Такая поддержка вам по нраву? Слово, да. Конечно. Но мы еще планируем еще ему кучу кричалок сделать во время игры. Кто не сдох, тот лох. Поэтому он будет кричать много всего другого интересного. Надо подготовиться к транслитерации, чтобы он понимал, что происходит, что надо говорить. Это ваш единственный фанат в Америке, или вы еще кого-то знаете? Да ну так-то много смотрится этих людей. И из топовых, я не знаю. Нам в принципе особо вот так этим не заинтересованы. Мы только любим своих русских фанатов. Ну еще не европейских, в принципе, я так довольно-таки люблю. Но к американски после игры с ТСМ я понял, что Америка это слишком хорошая страна. Я задумываюсь над американскими фанаторами. Но если все будут относиться к нам как фрик, мы их тоже полюбим. А вообще поступали вам предложения в команды европейские? То есть звали ли куда-нибудь в СК Гейминг, в АА, в Силькер, еще куда-нибудь может быть? Ну, кроме Мэри Венжи, по-моему. А конкретно кого-то или всю команду? Ну, не важно. А конкретно кого-то, команду вообще? Конкретно кого-то. Меня, конечно, постоянно зовут. Меня уже зазвали. Сейчас уже не зовут, потому что понимаю, что мы всех убиваем. Так я там отказался от предложения в Absolute Legion, когда тогда Викеда звали и меня в итоге позвали Викеда. Потом отказался от предложения в СКА там тоже, типа на тест. У них соло-топера не было. Вот. И как бы в итоге это был момент как раз конфликтов в нашей команде. В итоге вроде все пока хорошо. И как бы сейчас менять вообще нету смысла ничего. Ну и спонсора, я думаю, нам тоже нету смысла менять ближайшее время. Спонсор нас устроил. А что бы вы поменяли в League of Legends? Ну, кроме... Это вопрос, да, я могу. Можно кастеров удалить. А почему надо удалить кастер? Потому что риоты слишком перестарались делать их. Слишком много дамага от них. Слишком маленькие кулдауны. Слишком легко пармить для них. Нет абсолютно скиллшота шириной в 10. Скиллшота плесина. Очень трудные герои. После вот последних изменений с хилом, просветкой, стало интереснее играть? Или наоборот динамику? Да, стало намного интереснее играть. Квервоянс раньше был диким. Бой за джанглеров было почти невозможно сделать. Против нормального квервоянса ничего. Враг просто процентов 60 времени. Просто знает, где ты нахуй наш. Да, да. Кулдаун был секунд 30. И там просто ты зафармил духов. На тебя упал от СВ, пошел на волков. На тебя упал от СВ, пошел на синий. На тебя упал от СВ, короче. Ты такой думаешь, как что-то гангается в такой ситуации. Сейчас с этим стало все-таки попроще. Ну и плюс, как бы тут все долгие обсуждения нового леса. Но единственное, что он привнес, это полно непонятно. Потому что непонятно, куда выйдет лесник. Сейчас все тайминги сбиты. Я думаю, люди пока к этому привыкают. Но я думаю, через месяца три уже все привыкнут окончательно. Будет очень непросто. Мы уже узнали, какой любимый саппорт у Pepper, а какой любимый саппорт у Genji. Кто тебе больше нравится в качестве поддержки? Ну, ну, В. Ну, ну, В. Да. Вообще саппорт, ну да, это была тоже придумка Genji. Так же, как и Соло Митриндоне. Из моих придумок, которые, по-моему, это Соло Митгалев. Я все-таки уговорил команду не играть. Считаете ли вы Лола полноценной кибердисциплиной наравне с тем же Counter-Strike? Лолика кибердисциплине не хватает. Очень сложно провести какой-либо турнир-план. Турнир должен проводиться всегда с поддержкой Riot, потому что, грубо говоря, если ты проводишь просто так, то очень трудно каким-то новичкам или ребятам, которые не купили всех героев, прийти на турнир и показать себя полностью. Потому что ты будешь играть на вест-сервере и там очень много с этим проблем связано. Ну и вообще-то там нет, грубо говоря, какой-то LAN поддержки, то есть все онлайн. Это вызывает очень много различных проблем. А мешает ли вам в играх разбросанность по городам, то есть не все москвичи и основная разница во времени сильно бьет по тренировкам? У нас есть только один такой человек. Ну с Европы там плюс три часа, то есть. Есть основная проблема, так называемый Russian Prime Time. Это то, что у нас каждый турнир заканчивается в 8 утра у культера. Ну, в принципе, у остальных то же самое, да. Тоже уже утро. То есть мы заканчивали ЕМ в 4 часа утра. Последняя игра с СК. В школу. В игры, по-моему, в школу. Почему вы за Вейгара не играете? Вопрос такой с чатом. За Вейгара? Ну мы играем Вейгара, но Вейгар как бы такой герой. Он очень слабый на линии, его очень легко законтрить. И здесь основная проблема таких героев, как Вейгара и Насос, это то, что ты должен любить как бы не героев, а крипов в долгую часть времени. И поэтому это может вызвать огромную проблему на линии. Ну то есть Вейгара можно пикать как контрпик, там уже Картусу, там, ну Маргане в принципе. Но против каких-нибудь очень активных ребят на линии это сложно. Ну и плюс я как бы уже Вейгарам доказал, что Маргану не контрит, а пару Вейгаров уже попробовал прийти на них. Да, поэтому очень сложный герой исполнили. Как бы его либо очень нужно серьезно задращивать, то есть очень много им играть и потом что-то показывать. Либо не пикать вообще. Ну вариант не пикать вообще, мне кажется, получше всего. А кто у вас самый высокий в команде и какой у него рост? Это наверное Юлия спрашивает. Вероятно я. Я думаю это Даймонд. Я думаю это Даймонд метр девяносто. Ну это Даймонд метр девяносто. Ну помимо Лолы я знаю, что вы в настольный теннис здесь играете. Кто у вас чемпион в этой дисциплине? В Даймонд. Эджи Даймонд. А настольный теннис вы считаете это киберспортивная дисциплина? Кибер? Дождь не был. Если ракетка приедет, а Даймонд наконец-то в голову, то можно и киберспорт уйти там. Про носки уже ответили. Просто вопрос наверное бьет просто уже фанкут Генжи. Генжи, а какие герои на ботом ты считаешь самыми упэшными? По хардкору? Много какие. Американские довольно упэшные серверы. Не знаю, там Мурглот, они все фигарят. На американском сервере прям люди удивляются, когда ты берешь Ада Кеннона, говорят, что ты жуткий тролль, издеваешься над своими соперниками таким пиком. Это реально фо фан или Ада Кеннон это сила? Они решают в игре. Поэтому, это минус им. Это сам придумал, то есть сам пробовал или где-то заметил? То есть как вообще привезли? Я, конечно, вижу, что другие делают, но я как бы сам смотрю, поскольку этот герой хорошо подходит или нет. То есть он вполне, ему можно играть в Адетов, почему не поиграть. Поэтому, я думаю сам. Держи, как ты относишься к Аде Ахри? Мне команда не доверяет. Мне Риоти не дают мангу, поэтому я жду, пока они не дают. Пока настанет фрип, чтобы не поиграть. Аде Вейгар на миде. Он фиговый ходит. Я даже не буду рейдить. Вообще, задевает ли вас такой толстый троллинг от Dota Community? Типа, Лол это не доигра и так далее. Как вы к этому? Переживаете? Нет? Смеетесь над ними про себя? Да, мы нормально к этому относимся. Мы это все понимаем, что Лол больше доты по скиллу. На самом деле, это нам глубоко. Дотеры просто не понимают, что это две разные игры. И что это то же самое, что сравнивать Call of Duty и Counter-Strike. Что каждый играет то, что он хочет. И если это киберспортивная дисциплина, и здесь есть деньги, то почему бы нам не играть в эту игру? И говорить о том, что эта игра не скилл-бейст. Но дотеры приходили сюда, играли, насасывали и уходили. Поэтому говорить об этом. То есть дотеры, когда приходят, они сначала думают, да, тут можно на халяву срубить денег. Потом играют. Понимают, что тут в топе есть просто очень жесткие ребята. Но так же, как и в Хоне, когда Blow Your Brain пришел. Он тоже понял, что есть ребята, которые играют только в Лигу Легенд, только в Хон. И они ничем не хуже тех же дотеров. И что они так же могут просто убить все вообще. И поэтому ты должен, как бы, ты не можешь играть до игры одновременно. Тебе нужно играть только в эту игру. Потому что здесь очень много аспектов хитерных секретов, о которых ты как бы не знаешь. А как вы будете контррить собственные страты? То есть, например, если Нуну возьмет как суппорта вражеской команды или тирадир на миде от противника? Адеки уже пробовали. Адеки, наверное. Против нас противники уже пробовали такое братье, пока у них ничем хорошим это не закончилось. Какие команды вы считаете на данный момент самыми сильными вообще в мире? В Москву Файл, Вероте, Мэй. Понятно, что у нас МТЛТТ, СЛГЕУ. Все? Ну, я думаю, еще кто-то будет подождать. Да, ну, как бы это было. С ЛГАМЕРТУ, СЛГАМЕРТУ. Ну, я не знаю, но, да, все, наверное. КЕРП? Ну, еще можно. Хотя КЕРП тоже сейчас пробовали. Не знаю, но, наверное, вот эти три команды. Ну, сейчас очень много героев стали переделывать. Там, того же Джакса. Еще какие-то ревампы были в последнее время. А какие вы можете отметить как удачные? В первую очередь Джакса не будет на АЕМе. Будут играться турниры на Апачи с Ахри. Ну, нет, 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 на Апачи с Виктором. Ну, без изменений каких-либо фиксов, которые выходили. Поэтому Джакса застраняется. Ну, во-первых, Севир. Хоть ей ничего не поменяли, но чем-то она стала лучше. Возможно, это тем, что ей не надо теперь кастовать свой ультимейт в группе союзников. А, возможно, его сделать не, так сказать, все-таки единично, чтобы потом подойти в замес. Дальше кого там еще изменяли? Ну, Райзаев, поменяли то, что он стал жутчайшим имбалансом. Безусловно, очень удачные изменения у дыра. Они решили изменить тот же дыру и просто брали. Молодцы. Да, ну, что-то еще было. Вообще, да, реворк Даджая, это мне больше всего нравится. Привет, NinjaTabi. Мы рано или поздно вас уберем. А пока вы ловите бугурту с 12%. А пока лудир только без дыра. Да, пока только лудир без дыра. А есть какая-то взаимосвязь фида одной линии от другой? Дарьян пару раз умер на топе, ботлайнсик покарал и наоборот. Ну, здесь, конечно же, старая добрая есть история, что, короче, каждый раз, когда Дарьян умирает, Денджа получает баф и поэтому становится сильнее. Поэтому сейчас Денджа очень сильно забафан и поэтому всех убивает. Ну, если Дарьян перестанет фидить, то может субборка кончится. Дело в том, что когда умирает какой-то один человек на другой части карты, то значит, что иногда, ну, как бы бывает, что один на один, но по большей части случаев это два на одного, три на одного. Там, дайв под тавером. В это время можно забрать дракона. Это схладит ситуацию. Дальше можно тоже что-то сделать, там, на низу, когда, грубо говоря, будет четыре на два, если там три ушли и так далее. В общем, это не случайно, а всё специально, да? Нет, но это, конечно же, это не запланировано, конечно, умирать, но это не так, что прям... Ну, на самом деле, каждую смерть можно просто оценивать по влиянию на игру, как бы ещё от этого изменилось. Бывают смерти, допустим, когда ты пушишь, 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 а то есть агрессируешь и умираешь. Это не сильно влияет, да? А когда, допустим, пушат тебя, и там две пачки крипов и тебя убивают под вышкой, то это всё может, там, что-то не писать ГГ и выходить, потому что уже на линию у тебя становится всё жутчайше и плохо. Ну и, опять же, там, допустим, тебя убили на центре, если потеряется, как бы, движим центра, парень может пойти гангать, там тоже вообще... То есть это такой аспект, просто у каждой смерти есть разное влияние на игру. И одна смерть может совершенно не повлиять на неё, а другая смерть может оказаться фатальной и решающей. То есть просто так судить. То есть, опять же, там, смерть может быть... Может умереть просто человек, там, допустим, от топера, да? И это, ну, так как соло-топ очень редко уходит, там это, ну, повлияет, там, появится рейдбосс, так называемый, но это не так страшно. Вот, а может просто получить лесник, там, пять фрагов, потом ходить и все остальные линии домогаться. То есть... Всё, всё, всё относительно в этой игре. А думали, куда потратить деньги в случае победы на Киеве? Ну, получается около трёхтысячных человек. Ну, сначала подождём, пока их отдадут. Когда в руках появится эта сумма, тогда и сразу мысли будут, куда их потратить. Ну, заранее ничего не планировали. Ну, Дарьян, можешь себе комп купить, чтобы стримить. Ну, ну, как бы это не проблема, вообще проц. А два миллиона? В конце сезона? Я думаю, два миллиона это... Не знаю, я сейчас с призов собираюсь, пошли попробовать. Вопрос в конце сезона. Вопрос в конце сезона, да. Ну, чтобы претендовать на те же самые два миллиона, надо очень сильно фармить Circuit Point и играть вообще все турниры подряд. В каких онлайн-турнирах вы в последнее время, ну, играете постоянно, как в WoW? Ну, мы постоянно в WoW, кстати, не играем, мы постоянно играем на 4PL. Там, там, против Circuit Point не приносят. В WoW, по-моему, европейский тоже пока. Потом еще-еще. Ну, там будут обсчитаны попозже. Онлайн-турниры EMS мы будем играть. Вот играем уже, он идет там. Привет, EMS, там. Ну, турнир, который идет по полгода. Потом, всякие кланвейз, Alienware мы не играем, потому что, ну, не знаю, там очень какая-то сложная система. Очень все долго, нудно, неизвестно вообще отдадут ей деньги. И мы не считаем это очень целесообразно, как бы заморачиваться. То есть, ну, как кажется нам вообще, большая часть мы должны акцентировать внимание все-таки на лайн-турнирах в дальнейшем. И готовиться именно к ним по большей части. То есть придумывать стратегии и так далее. А онлайн-турниры это просто как... Но основная проблема в том, что, допустим, 5 на 5 вообще сложно кого-то найти. Вот поэтому основная тренировка идет с онлайн-турниров. Потому что там можно встретить тех же, ну, много команд. СЛФ, НАТИК, ЛДТ и все эти остальные. Но если говорить о лан-турнирах, это будет ваш первый лан-турнир. И, как мы все знаем, лан сильно отличается от онлайна. Есть у вас какое-то волнение, то есть... Ну, основная проблема, да, волнения особо нет. Я думаю, основная проблема, что в камере я боюсь, это, как бы, наверное, мониторы. Как бы привычка, вроде бы, мы в кибер-авене не успеем поиграть, например, другой, да. И вторая проблема, это звук. Совершенно неизвестно, чему и со звуком. Но как мы будем друг друга слышать? Это очень важный аспект. Ну, точно неизвестно. Не все понимают, кто у вас является капитаном в команде? Есть ли он вообще? И как происходит там выбор пиков на игру? Банов и так далее? Ну, в первую очередь мы пикаем. Каждый сам у себя. На трате. Ну, советуемся с командой. Советуемся с командой. Кто-то говорит, я пикую это, если нет возражений, то принимается. А так у каждого, короче, в команде есть право вето. И он может забанить как минимум одного героя своему союзнику. Этим активно пользоваться держу и пейпер в последнее время. Недавно вы участвовали в турнире от Play2Play.ru с большим призовым фондом. Как понравился ли вам этот турнир в плане организации? Что можете про него рассказать? Я уже отвечал на этот вопрос. Но еще раз расскажу. Во-первых, нам не понравилось то, что турнир проводился очень радо. Это мы играли в тот день, когда была суббота. Мы играли три турнира. Это был FPL. Турнир на этот. Вот Play2Play. Еще что мы играли? ЕМС. ЕМС. Это мы закончили играть в 3 часа ночи. И нам в 11 утра оставали играть следующий. То есть мы на улицу не выходили. Вообще почти. Просто сидели целый день играли. Это было очень сложно напряг. Два дня так происходило. Был турнир в 11 часов. Дальше. И конечно же то, что нам не понравилось. Во-первых, противники там ливали. Мы пришли в 11 часов. С нами отказались играть. Да, основная проблема была, что половина команд не проходила. А в финале сдались на пятой минуте. Ну вообще, кроме вас в России какие команды еще вы считаете сильными? Ну относительно. Ну второе по силе, наверное, это команда флеша сейчас собрана. Я думаю, они под наберу еще. Это, назовем, Фомада Раша. И еще, как бы, они... Ну они приблизительно одинаково уровни с GameZ Team. Там, не помню я кто там в команде. Тоже такие ребята более-менее хорошо играют. Ну и понятно, если брать СНГ, там еще есть White Lotus. И больше еще пока никого не помню. Ну, еще все... Мы все верим, конечно же, что в большую лигу легенд вернется. И Ругат, Хацуми и тому подобные троллии. Они еще покажут свои великолепные скилл троллинга и фиттлстиксы в лесу. У нас много игроков, которые могут научиться играть, которые... Если их собрать, то они будут хорошим составом. Но это очень сложно. Сколько мы распадались и спорчались, так сказать, разными другими составами. Это очень-очень-очень. Такая работа должна быть проделана, что каждый должен проявить терпение. Мне кажется, русским сложно это сделать. Ну и остальным тоже так же. Многие европейские команды, там такая же у них происходит машина. В общем, все эти, они друг с другом там не контактируют. Распадаются, ходят другие команды. Поэтому это в первую очередь. Это не проблема скилла, это проблема взаимодействия. То есть сыгранности, что надо играть вместе и не ливаться с командой. Было желание, когда-нибудь вообще бросить лоу в связи с этими событиями? Ну и вовсе. И пойти работать, учиться. Конечно, возникает желание, когда проигрываешь, понимаешь, но это было давно. Когда проигрываешь, понимаешь, что не так, очень много работы предстоит и хочется все бросить. Но у нас было желание выигрывать и вот все остались. И мы сейчас тут поедем на онлайн, то есть оффлайн, лан-турнир и будем там играть. У меня, помню, были проблемы с интернетом жесткие. Из-за этого, да. Когда гейминг был, я очень сильно нервничал. Короче, еще там проблемы в жизни. И поэтому было желание ебануть разочеки золу очень жестко. Я не помню, месяц или два. Это было как раз в момент событий Dreamhack, насколько я помню. На меня очень сильно все обиделись. Я объяснил, что с моим интернетом я могу проиграть через то, что я вылечу из игры и не вернусь. Не будем грустным. С кем вы планируете тренироваться на выходных сегодня? Сегодня у нас предстоит игра с НТЛ-ТТ, насколько я помню, в 9 часов. По Москве? Да, или в 10, где-то так. Надо посмотреть, у меня записано. Вроде шоу-матч, там даже 100 евро за это обещал. И потом, что-то у нас еще с мнатиками вроде Пеппер договаривался. Но непонятно, мы сейчас сдаем интервью. У нас хватит на времени, мы все это делаем или нет. Потом шоу еще на выходных. Я думаю, пойдем в турнижечки играть вечером. И вот 4 ПЛ. Go from low. Go from low. Если есть время, почему? Если сможем. Вот. Не плов, наверное, раз прям. Что еще? Ну, как бы основное, там, активная подготовка. В принципе, я думаю, мы уже все выбрали своих героев. Которые мы будем играть. Прикинули стратегии. Единственное, осталось разобраться. Там, может быть, пару таких стратегий с подвохом противников. Вот мы сейчас думаем, как бы надо будет продумать их за контричным. И попасть в ловушку. Потому что есть пара, так называемых, гейских страт. Вот. В принципе, активно проходит подготовка. Мы тут не сидим, не бухаем. У нас никто не пьет в команде. Мы не страдаем фигней. А активно готовимся. А вообще какие вредные привычки есть? Курите? Ну, не пьете? Никто не курит. Нет, у нас идеальный состав в этом плане. Никто не курит, никто не пьет. Есть вредная привычка фидить, по-моему. Но это попытается. Как будет происходить измолвление от фида? То есть, пластырина, бледки? Ну, у Дарина, на самом деле, она вполне хорошо проходит. У него развивается, так называемая, интуиция. Потому что он уже без вардов чувствует. Я не знаю. Я не знаю. А когда ему говоришь пять раз перед этим, да. Ну, я на миде, мне как бы надо все-таки еще поиграть. Уже почти понял, что не надо фидить. Так что, я думаю, все будет хорошо. Я смотрел ваши последние игры от лица соперников. И многие команды за вами, ну, сильно следят. И знают уже, что Даймонд очень часто приходит на ганг на топ-лайн на второй минуте, на третьей. Будете как-то менять обычные стратегии перед Киевом? Ну, это, на самом деле, вообще обычная стратегия всех лесников. У нас многие, по крайней мере, американцы, они вдруг поняли, что лесник может прийти в твой лес, у тебя будет все очень плохо. Поэтому начали использовать ClearLiance. А так, как бы, это... Ну, это такая обычная стратегия, что левел 2 ганг идет на ближайшую линию с красного. То есть, в принципе, это можно поменять. Я думаю, будет, если там... Ну, как бы, часто юзать такое не стоит. Это, как бы... Потому что я даже в SoulRank не помню, когда знали, Дарья ему сказали, что я приду гангать, у меня все было очень плохо. Поэтому, как бы, это все очень ситуативно. Поэтому... Сейчас многие команды не стримят перед ЕМом. Что Вы можете рассказать о своих соперниках по группе? От кого ожидать вот совсем засады? То есть, те же Сибхер, АА, они вообще не светятся в последнее время. Как Вы оцениваете их скиллы? Ну, АА опасные. Сайфер не особо такие. Ну, то есть, у них, как бы, такие, так... Мид-хай команда Сайфер. У АА, как бы, непонятно, у них... Они, вроде как, хорошо играют. Но, глядя на то, что у них творятся в SoulRank, их личные скиллы составляют желательно лучшего. То есть, если, как бы, непонятно, что будет... Ну, и, как бы, пять на пять, они с нами отказываются играть по этому. Они нас боятся просто, да. И, как бы, и Дигнитос, но это Дигнитос. Это, американцы, и... Ну, мы их не очень боимся, но, как бы, готовы с ними сражаться. Тут внезапно в кадре появилась девушка. Неа. Неа, да. Да. Расскажи немного, как ты попала в нашу видеотрансляцию. А, да, слева. Припал в главную студию. Вот, ну, вообще... Я, вроде бы, как девушка пунктового товарища, в красной майке, у вас золотого лета, если бы я забыла. А, мы с ним познакомились летом. И у него все это время... Мы с ним общаемся. И, когда мы с Лаваромки будем везде. Вот, ну, попер, конечно, попер-то поздно. Вопрос. Ожидается, вообще, какие-то Алексу подарки, специальных случаев Победы, наверное, на Эльбомку. Ну, конечно, придется что-нибудь сделать. Очень вкусно. Ура! 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 Ну, все, короче, у меня есть символ, ребят. Удачи! Наверное, надо уже заканчивать, готовиться к тренировкам. Давайте ответим на какие-нибудь вопросы из чада, прям по-быстрому. И уже пойдем готовиться к МТЛТ. Или есть желание еще пообщаться, может быть, какие-нибудь шутки рассказать? А не в дотах? Я, конечно, могу. Парал игроков рассказать, но цензура их пока не пропускает. Такие забавные ситуации в Лоле выполните так, чтобы прям долго смелись. Эльбом-дам! Забавная ситуация в Лоле. Прямо что-бы, да, да. Самая забавная ситуация, это то, что сейчас было в последние дни, это, короче, когда Flash in the Night смотрел телевизор, и там в стриме его видно, как к нему по карте внезапно с двух сторон приближаются два врага, он в этот момент смотрит на нижний лайн, и такой, когда видит, что его начинают бить, он такой, лоу! Это было спланировано. Да, это было довольно-таки весело. Ну да, все, кстати, хотят с вами поиграть, такие нормалы. Будете играть с зрителями? С байочками команды? В пиар-компании, наверное, все-таки будем, но это будет уже после яма. Да, мы сейчас тренируемся, поэтому сори всем, кто хотел поиграть, но мы сейчас заняты. Так приедем после Киева, с радостью сыграем со всеми нашими фанатами. Ну, если не, со всем. Тогда, возможно, по одиночке будем играть. Да, да, да. Давайте, какие-то последние пожелания? Может быть, приветы? Приветы? Ну, я могу передать привет своей маме. Привет. Я мамам ТСМ, да, по одной передаю привет. И мамам Риотам, кстати, тоже. Вот. Я... Потом еще... Ну, могу передать привет своей девушке, но я не знаю, зачем. Эй! Ну, ладно. Она очень радует. Ну, еще, еще. Ну, вообще, я очень хочется передать привет всем тем, кто нас смотрит, нашим фанатам. Мы очень рады, что вас так много, что вы активно за нами следите. И что, короче, ну, мы рады вообще это глаз, потому что, как бы, когда ты играешь просто, ты чувствуешь там скилл и так далее. Вот, когда ты играешь, тебя смотрят люди, ты перестаешь чувствовать себя бесполезно, понимаешь, что это кому-то нужно, кому-то нравится. Кто-то от этого черпает скилл, кто-то от этого чувствует там, о, Россия впереди, кто-то от этого... Ну, это очень-очень приятно. Да. Ну, и насчет пожеланий. Все-таки хочется пожелать тем, кто именно хочет профессионально чего-то добиться, да. То есть хочется все-таки пожелать людям скилла, и что главное, это как бы не отчаиваться. Главное, то есть это... Если вы собираетесь пятером, то, как говорили, нужно не флеймить там тиммейтов, а стараться брать что-то, черпать, пытаться, тот же там... Есть команда, так называемая, там, по-моему, Аполлон-92, что-то такое, довольно-таки запомнилось мне это личность, потому что там Дарина, как обычно, нафигел. Ну, то есть для регулигата что-то стараются, пытаются, нельзя сказать, что они там, да, топовая команда, но, как бы, они играют вместе, довольно-таки там, кто-то проживает от времени, и более-менее там мид-команда не выигрывает, да, и то есть там даже иногда борьбу там... по-моему, более-менее, даже кого-то они выигрывали, из таких более-менее нормальных команд. Вот. Ну, а так, вообще, хочется сказать, что в России чего не хватает, это не хватает, как-то, не знаю, собранности, и желания, стремления у кого-то, потому что была та же команда Tunnel Vision, которая могла стать топ-1, но они взяли, просто забили и ушли играть. И уже не видно, не знаю, с Каберманем не общался. Ну, они пошли играть вов, мы все ушли играть. Даймонд. Твое пожелание? Пожелание кому-нибудь. Ну, вообще, кому-нибудь привет. Ариота. Ариота, привет, маму. Ариота. Ты и нафармишь, да и ем это на носки? На носки, я просто стараюсь, очень трудно с текущим жанром парни на носки, да. Вообще, мы думаем, что с призовых мы скинемся, но носки даймонд. Мы даже ему кроссовки купим, потому что носки. Вот так, он голыми ногами сейчас по снегу ходит, вообще, тяжело на магазин идти. Пеппер, Герджа. Мауи! Всем счастливо! Не успел даже ответить. Ну, давай мы подождем. Все работает. Давай, Пеппер, скажи что-нибудь, давай. Скажи фанатам. Вы просто застесняли ребят Пеппера. Ему сложно говорить, он не привыкший к этому. Сейчас сделаем трюк, я говорю, что камера выключается. На самом деле, я не выключаю. Пеппер начинает раздеваться сразу треско, да? А тут камера вообще работает. Снимает носки. Окей, все, всем счастливо. В 9 часов ждите скрима.